Всем привет, с вами Нильгорн, это Жизнь Феодала и походя по разным разнообразным серверам, которые создают ребята, которые создают некоторые сайты, группы и тому подобное, я не нашел ничего хорошего, чтобы меня где-то что-то зацепило, либо что-то постоянно глючит, либо где-то постоянно что-то вылетает, либо что-то не так работает, либо просто человек пишет 24.7 сервер, ты на него проводишь 5 часов, что-то строишь и он отключается на 2 дня и больше ты туда попасть не можешь, поэтому я создал свой сервер со своими настройками, с ускоренными настройками и я решил, так сказать, снять серии, ну, несколько серий о том, как играть в эту игру. Буду разбираться в некоторых моментах, прям при вас, так сказать, ну, постепенно вместе с вами, не буду, постараюсь, чтобы не было такого, типа, о, о, а это, типа, чего, о, не знаю, типа, ну, постараюсь такого, чтобы не было, постараюсь заранее, ну, все разбирать, все переводить и как-то, чтобы все было понятно. Ну, вообще, для начала, конечно, если вы начинаете и все, что надо сделать для начала, это инструменты, основные инструменты, это уж, наверное, лопата, кирка и топор. И самое первое, что, как бы, хочется сделать, это построить дом, да, для того, чтобы построить дом, нам нужны материалы, нужна земля и нужны деревья. Ну, для того, чтобы начать вырубать деревья, если мы нажмем букву L английскую, то вот в режиме форрести, то есть лесничество, что-ли, знание природы, что-то в этом роде, то есть первое, как бы, вот, вот этот вот, вот этот вот уровень именно форрести, то есть, как бы, перевод здесь, вроде, типа того, максимальное количество собранных набегов и посаженных деревьев, то есть мы можем собирать, типа, побеги и сажать деревья, и, то есть можем проверять, как бы, ну, сканировать деревья, собирать ростки, ветки с деревьев и создавать костер благодаря этому скиллу. Он прокачивается у нас, у него пять, пять, как бы, ну, сотый левел и пять особенностей в каждом левеле, которые мы тоже, ну, впоследствии, так сказать, разберем, то есть на тридцатом левеле у нас появляется возможность сажать хвойные деревья, ели, сосна, на шестидесятом левеле у нас появляется возможность сажать березу и иву, а на девяностом у нас получается вяз, что ли, клен и дуб, вроде бы, можно сажать деревья и сотый левел, это, как бы, наивысшее мастерство, здесь вы уже получаете пятикратный бонус при использовании сельскохозяйственных действий, то есть, я так понимаю, чтобы качать вот этот вот как раз форестере, то есть все, вы, ну, так сказать, можете палочки собирать, можете собирать саженцы, сажать саженцы и у вас будет прокачиваться скиллы, когда он прокачивается до сотого уровня, то у вас там по пять саженцев будет собираться, по пять палочек будет собираться, возможно, так, потому что я, как бы, ни разу еще не прокачивался до этого уровня и не знаю, не знаю, как это на самом деле и при том, когда вы получите именно 60 левел этого скилла, то есть форестере, у вас откроется скилл логинг, логинг, ну что ж, заготовки, лесозаготовки и у нас дается возможность, появляется скорость вырубки деревьев при мини-играх, что это за мини-игры, когда, так как это еще все-таки, ну, начальной версии, так сказать, игры, то дальше у них появятся вот эти мини-игры, которые можно будет использовать при вырубке деревьев, то есть вы в них играете, как бы, и рубите деревья, ну, либо это происходит автоматически, когда вы просто пытаетесь срубить деревьев, вот я вот пока что не могу это дерево рубить, и это надо хвойное найти, я хвойное точно могу рубить, вот только тут их, по-моему, не водится, ладно, придумаем что-нибудь, так вот, к скиллам обратно, если вернуться, то, то есть лесозаготовки, вот на нулевом уровне, так сказать, у вас появляется возможность либо 30-50 секунд в автокрафт, то есть в автоматическом режиме вы будете рубиться, либо 24-30 секунд в мини-игре, плюс, ну, можно получать кору и рубить хвойные деревья, в принципе, вот у вас появляется первая возможность, на 30-м левеле вы можете выкапывать пник, остающийся после деревьев, то есть выкорчевывать их, потом на 60-м уровне у вас появляется возможность рубить лиственные деревья, на 90-м уровне, вот этого я не знаю, потому что я еще не прокачивался ни разу до этого уровня, можно найти редкие ингредиенты в деревьях, с шансом 0-0-1, что это за ингредиенты, я не знаю по той причине, потому что я просто этого еще не доходил такого левела, ну и на 100-м левеле тоже самое, просто шанс повышается до 0-0-15, как бы, и чтобы сделать, как бы, первый дом, в принципе, да, нам нужны бревна, для этого, в принципе, вы начинаете прокачивать форестри, то есть начинаете искать палочки, ну и, в принципе, до 60-го левела довольно-таки быстро прокачивается форестри, потому что он изначально 45-го левела вроде бы дается, и теперь нам остается найти хвойные деревья хотя бы, ну хотя бы несколько, вон я вроде вижу шапки, то есть хвойные, я так подозреваю этого, ели, ну елки всякие и тому подобные варианты, если, к примеру, если вот вы бегаете, вы быстро устаете, это значит на вас много оружия, просто можно всяческий инструмент снять с себя, ах, вот как раз-таки нет, можно, допустим, лопату сейчас нам не нужна, так как мы будем рубить деревья, прокачивать скилл, также и кирка не нужна, и серп нам совершенно не нужен на нас, чем меньше на нас, как бы, инструментов или оружия, тем быстрее мы, как бы, бегаем, ну то есть вот, вот этот вес, чем меньше, чем скорость, как видите, растет и, и, ох, ох, не то включил, ой-ой-ой-ой, все, все, и теперь мы можем бегать более резвее и дольше, самое главное, ночь настает, я думаю, мы найдем, конечно, так, вроде бы, нет, ну, да, конечно, сейчас фигушки найдешь, потому что, вроде бы, в этой части, если я не ошибаюсь, вроде, в этой части острова не растут войны и деревья, да, тут не просто так все на этом острове, нет, они встречаются, просто в верхней части острова, ну, если в северной части, так уж, если смотреть по карте, то там намного их больше в несколько раз, и я бы не хотел, конечно, так далеко убегать, да, давайте я их найду и дальше продолжу, ну да, как всегда, я могу ошибаться насчет хвойных деревьев, потому что, вот, я нашел дерево и, ну, которое можно рубить, и, в принципе, оно у нас, если мы его проверим, оно у нас, значит, то есть мы, как бы, проверяем, что это за дерево, это у нас получается яблоня и, ну, значит, она относится к хвойным деревьям, самое главное, что с нее мы можем получить первый продукт еды, который нам поможет выжить, и этот продукт намного выгоднее, чем все остальное, то есть сейчас, сейчас этот продукт, логично, что это и яблоки, да, 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 только я не смог их собрать еще, давайте еще разочек, хотя, вроде, да, вроде бы и показалось, что этих яблок-то и нету, можно с них собрать вот один, да, нету на этом дереве яблока, ну, давайте просто его срубим тогда, ну, и, в принципе, как видите, в чате прокачалась у меня, так как у меня ускоренная прокачка, то мне хватило одного дерева, чтобы прокачать вот это лесничество до уже 50-го левела, и, кстати, насчет, да, я ошибся, что следующий скилл появляется на 60-м левеле, нет, я наврал, и, точнее, просто не наврал, а не знал точно, и сказал наобум, постараюсь больше таких ошибок не делать, с 30-го левела появляется следующий скилл, ну, а вот лесничество, в принципе, уже нам и не нужно, потому что, ну, как бы, оно в любом случае будет, в любом случае его придется прокачивать, потому что очень много нам нужно будет деревьев, так, ну, все, деревья мы руб... так, не то, деревья мы рубить умеем, но так как нам нужны дома, а дома это строительство, конструкцион, то есть нам нужен вот этот скилл, давайте обратимся к нему, но сначала обратимся к скиллу терраморфинг. Я, конечно, повторюсь еще, потому что, ну, все, наверное, сейчас испугаются, что так быстро я прокачался. У меня стоят увеличенные, то есть я в тысячу раз быстрее учусь всему, так сказать. На обычных серверах это стоит стандартный вариант, и там вам придется, так сказать, вот до 50, чтобы докачаться, ну, деревьев так 60-70 вам придется повалить, придется, короче. Ну, можно, не забывайте, что лесничество можно качать не только с рубкой деревьев, но и, к примеру, можно получать кору с деревьев, просто ковыряясь в, так сказать, и сдирая кору с деревьев, вы также можете лесничество прокачать. Можно, к примеру, содрать кору, а потом срубить это дерево, то есть получится вообще отлично, так сказать. Так, ладно, вернемся к терраморфингу, то есть это... Мы работаем, как бы, с территорией, опускаем и поднимаем ее, и... Ну что же, пока я тут понимал и разбирался, уже ночь настала. Долго у меня это получается, но ничего, зато результат хороший, приятный для меня лично. Терраморфинг — это работа с землей, с подъемом, с опусканием, то есть на нулевом уровне у вас как бы появляется... Так... Господи... Смотрю на ноль, и смотрю, что написано, и что-то у меня нисхождение какое-то было немножко. Скорость терраморфинга, то есть скорость работы, подъема и работы вообще вот с территорией, то есть увеличивается при... Ну и можно опускать и поднимать территорию, то есть, ну и местность, землю и даже камень, сыпучий камень, так сказать, гравиль и тому подобное. Можно сглаживать рельеф на 30-м левеле, потом на 60-м появляется возможность делать большие туннели на 90-м левеле. Но вот эта надпись, она говорит о том, что нереализовано как бы еще нету в игре, то есть, но будет обязательно, типа, на то, ну, намек на то. И здесь вот на 90-м когда-нибудь мы сможем укреплять стены, то есть опорными балками, понимаете, да, когда мы шахту копаем, мы делаем, укрепляем стены и потолок, чтобы она не обвалилась. И дальше, как бы, проверять туннели на, ну, как бы, на прочность, то они выдержат ли они вес, так сказать, возвышающий над ними. И на 100-м левеле тоже нереализовано. Можно строить балки больше прочности, то есть, которые будут, как бы, больше выдерживать массу горы, так сказать. И когда мы тераморфинг прокачаем до 30-го левела, изначально он уже прокачан, ну, по крайней мере, у меня так персонаж настроен, что у меня так прокачано. У нас появляется возможность работы с строительными материалами. И, к сожалению, не все тоже реализовано, но на нулевом уровне у вас появляется возможность быстро готовить строительный материал, ну, как бы, быстро работать, начинать с этими строительными материалами. И, как бы, можно формировать небольшие камни для строительства, то есть, ну, небольшие камни формы, то есть, понимаете, да, как бы, строительные камни. На 30-м левеле у вас появляется возможность работать с глиняными материалами, то есть, ну, с глиной, в принципе, я так понимаю. На 60-м можно формировать камни для различных каменных объектов, то есть, я так понимаю, уже вырезать камни каких-то, ну, более сложных, какие-то вариации, так сказать, там, под окошко, так сказать, раму вырезать, к примеру, из камня, наверное, я так подразумеваю, потому что я тоже до этого не доходил, к сожалению. На 90-м уровне можно работать будет с гранитом и с мрамором. И на 100-м уровне, пока тоже не реализовано, можно будет делать части мраморных статуй для небольших статуй, типа, в таком роде. И, в принципе, я так понимаю, вот именно вот этот вот конструкцион строительства, к нему, как бы, мы и хотим прийти, потому что мы хотим строить на нулевом уровне. Мы сможем, ну, сможем строить, конечно же, и, как бы это правильно-то сказать-то, даже как-то сейчас, то есть, мы сможем делать дороги и восстанавливать недвижущиеся объекты. Не знаю, что это, может, горы, камни какие-нибудь, что-то, как-то вот так вот примерно, примерный перевод. Ладно, на 30-м уровне можно делать основные деревянные предметы, то есть предметы из дерева, я так понимаю, именно строительные. И на 60-м уровне можно делать уже начальные каменные и кирпичные конструкции и более продвинутые деревянные, как бы, конструкции. И 90-й левел у нас появляется возможность строить сложные объекты из, я так понимаю, и дерева, и из камня. И, как бы, на 100-м можно делать статуи, но это не реализовано пока что, так что, как бы, вот так вот. И, я надеюсь, как бы, понятно, может быть, какой-то сразу так навалилось все, но, в принципе, и так понятно. Все действия, все скиллы прокачиваются в определенных своих, блин, опять не то жму, в определенных своих слотах. То есть, если мы хотим в форесте качать, то мы качаем все, что есть в форесте. Если мы хотим лугинг, то все, что в лугинге и тому подобное. В принципе, здесь вообще ничего сложного нет. Единственное, что нам теперь нужно прокачаться для деконстракции, ну, ой, кастрации, но для строительства, чтобы, ну, начать строить какие-то конструкции первые, так сказать. Ну, и для этого нам нужно прокачать уже материалы, то есть, вот, конструкционный материал припайр или как этого. Ну, что ж, попробуем что-нибудь сделать с этим. Сделал гамму немножко побольше. Ну, и чтобы вот, как бы, начать с камней работать, его же нужно добыть. А чтобы его добыть, нужно начать камень добывать, да? И в данном случае мне тераморфинг нужно прокачать до 60-го уровня, чтобы начать копать туннель. Ну, и в данном случае я уже прокачал, как видели, прокачал до 60-го уровня. И теперь попробуем, вот, биг, биг туннель какой-то, да? Вот, попробуем сделать, я... И вот они уже первые такие намеки, шахтеры в Майнкрафт рулить, грубо говоря. Но если так в Майнкрафте можно было бы делать, то это бы была вешалка, а не игра. Ну, и вот, я получил уже 50 камней, 50 камней, и вот... Ой, прошу прощения. Вот, и чтобы, как бы, работать с... Ну, как бы, прокачивать вот этот вот скилл констрактон... Констрактон материал, ну, как бы, возможность работать с строительными материалами, то нам нужно взять инструмент кирку, то есть, вот она на мне одета, и правой кнопкой на нее, и... Вот констрактон материал препарат. То есть, как бы, мы можем работать. Здесь мы можем выбрать, что именно мы будем делать. И, смотрите, к примеру, мы из камня можем сделать... То есть, ну, как бы, это обтесать, что ли, камень получается, как бы, обработать, что ли? Ну, как-то так получается. И мы, работая с камнем, как видите, прокачивается у меня именно это умение. То есть, ну, я сразу взял 22-й левел и какие-то дальше следующие. Все. Ну, на каждую такую вот позицию нужно 20 камней, поэтому, как бы, ну, сами понимаете. Ну, вот у меня уже 58-го левела, так сказать, прокачалось умение, и я уже могу, в принципе, делать... Как бы, какие-то конструкции нулевого уровня, так что попробуем что-нибудь сделать. Также я хотел сказать бы, что вот этот вот скилл работы с материалами, он еще может качаться при постройке глиняных печей, которые можно изначально крафтить, ну, точнее, строить. Можно вот, наведя на какой-нибудь блок земли, создать и вот печь. Так как у меня уже прокачана работа с материалами, то я могу вот, то я могу уже крафтить большой котел и клин, вроде бы, ну, клин, килл, нет, вроде бы... Сейчас, секундишку, килл, печь, обжигатель, ну, печь для обжигания и сушки, вот так вот. Ха-ха, то есть, это какое-то, наверное, название, ну, так сказать, специфическое. Плюс я еще могу пользоваться скиллом Карпентри. Так, где он у нас? Сейчас посмотрим. Карпентри. Вот, Карпентри. Это, когда я рубил и прокачал, то я могу создавать лавки, стол, стулья, бочку. То есть, очень круто. Тем самым, собственно, и качать этот скилл. Но, так как нам нужен именно construction, то есть строительство, давайте вот попробуем что-нибудь создать. И здесь у нас, я так понимаю, пресс какой-то, давитель, то есть с бочкой и наверху пресс, флор-ламп, то есть что-то такое, ну, какой-то лампа, ну, лампа, не лампа, то есть это пьедестал, где горят деревяшки, так сказать, освещая территорию. Ну, и диагональный забор и обычный забор, я так понимаю. Просто диагонал зачем нарисовал. Ну, и, в принципе, мне нужно именно это сделать, прокачать, так сказать, строительство. И давайте, вот, я как-то так подумал, что вот здесь вот, где-нибудь вот здесь вот, будет очень выгодно смотреться строительная лампа, да. То есть мы сейчас можем, перемещая в разные стороны, как бы именно влево-вправо, давайте я вот так вот встану, что менюшкой вот сверху, влево-вправо, вверх-вниз, то есть не, ну, как бы именно влево-вправо, только и крутить еще можно. Вот здесь вот в некоторых, так сказать, в некоторых местах можно некоторые предметы вверх-вниз поднимать, к примеру, бревна. Так, надо одеть, видите, у нас попросил хаммер, я подготовил хаммер, давайте его, то есть хаммер, ну, молоток, строительный молоток, благодаря которому он будет строить, рубить, там, подгонять какие-то материалы. Давайте еще попыточка. Так, сейчас, вот этот блок я хотел на него построим. Опять выстроим. В принципе, управление легкое, но все равно, честно говоря, оно непривычное. Ну и все. Сейчас я уже не строю, как бы, вот этот фонарь, так скажем, да, а пока что намечаю место, где он будет находиться, потому что для него еще нужно будет подготовить материалы, которыми мы обязательно сейчас займемся. Ну, давай уже табличку сейчас буквально ставлю, кстати. Ну, и освещение нужно, потому что, ну, как видите, здесь я прибавил гамму, я надеюсь, на видео будет не совсем темно, чтобы, ну, хотя бы что-нибудь можно будет различить. Так, и теперь мы, если наведем на табличку, посмотрим, то здесь, как видите, 8 ламп нужно и... Что это такое common ingots? Common ingots. Сейчас. Общие слитки, что ли, так? Получается. Ну, в общем, я даже лампы-то не знаю, где пока что крафтить, поэтому это мне не светит. Ладно, попробуем чем-нибудь другим прокачать строительство, конструкции. Так, давайте мне квадратик какой-то нибудь. Так. Малет. Какой-то вот, видите, что... Павы. Что это такое павы? Проложить. А, дорогу, прокладка дороги получается. И нету какой-то какого-то инструмента молотка, получается, нет, что ли, да? То есть, молот, hammer, молот и молотка нет. Ну, ладно. Попробуем, что еще. Пресс, но я думаю, там тоже специфически нужно будет какие-нибудь, ну, так сказать, устройства или какие-нибудь дополнительные. Отлично. Ну, тут, видите, вот как передвигается забор. Давайте попробуем просто построить забор. Это самое простейшее будет, самое несложное, в принципе. И другой вопрос, там нужно как бы доски или именно ветки. И вот интересный этот момент, что конкретно там нужно. Сейчас мы тоже узнаем. Потому что, честно, я не развивался до такого масштаба, так сказать. Потому что все мои игры, которые я пытался играть, это разведение огорода. Про огород я еще могу что-то рассказать в данном случае. Но на стадии курятников все останавливалось. Потому что мне приходилось... Так. Мне приходилось... Ох, нифига, 10 веток нужно. Ну, ладно. Ветки я буду собирать за кадром. Потому что, ну, сами понимаете, глупо, конечно, вам показывать, как я собираю ветки. Но я сейчас еще одну вещь хочу посмотреть. Вот как, к примеру, я хочу... Вот это что за забор? Ладно. Почему-то диагональный забор не хочет выстраивать. Вот. Я именно хотел посмотреть вот это. То есть забор как будет соприкасаться с собой. Ну, рядышком, как они будут стоять. И вдруг конфликтов никаких нет по этому поводу. Сейчас я сделаю забор. Прокачаю скил, так сказать. Посмотрим, что откроется дальше. Ну и вернусь к вам. При изготовлении печки, как бы, из глины, которая из глиняного кирпича, вам понадобится глина. Вот таким вот образом она выглядит. Вот таким образом ее можно найти на карте. То есть такая серая, так сказать, виды. И, как правило, она именно в каньончике таком находится. То есть просто подходите и начинаете копать. То есть ничего здесь сложного нет. Когда вы копаете, она, по-моему, по 60 штучек. То есть по 60, как бы, да, по 60 вот глины, так сказать, выкапывается. А на печку, на одну каменную печку нужно 90. Я сейчас почему ее копаю? Потому что мне чуть-чуть не хватило прокачать материалы. Ну, то есть работу с материалами. Скил работы с материалами. И плюс там еще нужна будет вода. Но вода к радости моей как-то, ну и удивительно. И круто, то есть не нужно никакие приспособления, чтобы набрать воду. Просто мы заходим в воду, жмем Get Water, то есть набрать воды. И у нас вот появляются вот такие вот бурдюки с водой, в которых, в принципе, есть вода. И они участвуют в крафте. Где он уж эти бурдюки берет? Ну, как-то я немножко этого не понял. Ладно, вот наберем 4 штуки. По-моему, этого хватит. Сейчас я вернусь обратно на мою точку, так сказать, строительства. И там продолжу. При изготовлении печки, как бы, из глины, которая из глиняного кирпича, вам понадобится глина. Вот таким вот образом она выглядит. Вот таким образом ее можно найти на карте. То есть такая серая, так сказать, виды. И, как правило, она именно в каньончике таком находится. То есть просто подходите и начинаете копать. То есть ничего здесь сложного нет. Когда вы ее выкопаете, она, по-моему, по 60 штучек. То есть 60, как бы, да, по 60 вот глины, так сказать, выкапывается. А на печку, на одну каменную печку нужно 90. Я сейчас почему ее копаю? Потому что мне чуть-чуть не хватило прокачать материалы. Ну, то есть работу с материалами. Скилл работы с материалами. И плюс там еще нужна будет вода. Но вода к радости моей как-то, ну и удивительно, и круто. То есть не нужно никакие приспособления, чтобы набрать воду. Просто мы заходим в воду, жмем Get Water, то есть набрать воды. И у нас вот появляются вот такие вот бурдюки с водой, в которых, в принципе, есть вода. И они участвуют в крафте. Где он уж эти бурдюки берет? Ну, как-то я немножко этого не понял. Ладно, вот наберем 4 штуки. По-моему, этого хватит. Сейчас я вернусь обратно на мою точку, так сказать, строительства. И там продолжим. Так, я вернулся. И есть еще особенность одна. Когда мы ставим забор, внутри как бы этого квадрата, где стоит забор, нельзя уже строить что-либо. То есть, к примеру, вот печку мне пришлось построить, вот как видите, в другом квадрате. Есть, конечно, вариант, что вы просто к следующему квадрату, так сказать, с краю, приставляете забор. И тогда вы сможете в этом квадратике тоже строить. Но это, как сказать, это умение приходит со временем. Ммм, тут еще нужно не только бурдюки с водой. И я ошибся, не 90, а 100 нужно глины. То есть, ну, у меня 121 бурдюк с водой нужно. И еще 10 травы надо надрать. Скоро вернусь. Ну, что я вроде бы набрал нужные ингредиенты. Сейчас скрафтим печку. От этого мы потом скрафтим еще один заборчик. И уже прокачается нам нужный. Потому что, что, давай, наводись. Так, и не беспокойтесь, что придется, допустим, именно 100, допустим, глины сюда кидать, вот в этот интерфейс для крафта. Нет, просто берем 120 глины, и он берет именно то количество, которое ему нужно. Ну, и, в принципе, единственное, что проблема, если у вас в инвентаре все раскидано, то, конечно, это будет проблемой. Ну, что ж. Нам осталось вот два буквально. Немножечко. И, ну, так. И у нас теперь констракшн... Ну, не два, а больше стало. Это тоже неплохо. И осталось построить еще один забор, чтобы, так сказать, закрепить материал. То есть, я, как говорил, вот забор можно не вот около этого края ставить, а, к примеру, вот мы возьмем вот этот... Вот этот квадрат, и на нем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как уже много-то всего я могу строить, оказывается. То есть... И, к примеру, мы развернем вот так, вот так. Ну, и вот здесь вот. Вот так вот поставим забор. И тем самым он не будет мешать, ну, вот, следующему, как бы, квадрату. На нем можно будет уже что-то построить. И, как бы, он будет именно вот крайне вот здесь вот, крайне мешать, так сказать. Давайте все-таки достроим. Раз начал, значит, нужно достроить в любом случае. К сожалению, я не нашел, как настроить, чтобы вот ускоренно, так сказать, строить и махать молотком. Но, думаю, это все зависит от скиллов. То есть... Так, нужны палочки. Я здесь тут сложил свое барахлишко в сундучок, чтобы, так сказать... Ну, вот почему нельзя глину, ну, так сказать, скинуть. Потому что она у нас в сыпучем, как бы, состоянии находится. Ее только можно высыпать. То есть, так же, как и булыжник, который мы разбиваем. В данном случае вот такой вот, именно просто камень. Значит, не булыжник, а просто камень. Как видите, молоток у меня в нижнем слоте, то есть на поясе висит. И, как бы, он тоже берется спокойно и работает. Сюда, к примеру, можно еще серп прицепить. И серпом, к примеру, тоже собирать какие-то растения. Ну, картошку или что там находить. То есть, вы, как бы, ищите в траве серпом поначалу. Все, у меня, как бы, прокачался забор. Ну, забор построился. Прокачался. И сразу я. И следующий, как бы, вариант, как бы, это строительство, что ли. Не буду пока вдаваться в перевод. К нему обратимся в следующий раз. Меня пока интересует конструкция, то есть строительство. И давайте посмотрим, какие же я продвинутые конструкции смогу теперь делать. И дом я все равно не могу делать. Смотрите, я даже тележки могу делать. Вот это, вот это круто. Бревна возить, смотрите. То есть, какие-то ванны, что ли. Печки всякие. То есть, швейный станок. Такая печка для пекарни. То есть, Forge and Unville. Печься. Как его? С наковальней. То есть, это уже обработка металлов. Круто, круто, круто. И еще раз круто, ребята. Это прям по-настоящему круто. Так. О чем я рассказывал? Вроде бы, вот о карпентере я не рассказывал вроде бы. Сейчас я проверю. Честно говоря, я ни разу здание не строил, да? И поэтому я не знаю, в какой именно, так сказать, в каком отсеке именно можно строить дома. Может быть, в следующий. Сейчас я переведу и посмотрим, что будет. Хотя, что переводить-то, да? Вот я, в принципе, открыл Masonry. Вот это вот. Переводится она вроде бы кладка. То есть, как бы класть камень, что ли. И вот я могу колодец сделать и каменный забор под начал. Ну и следующие, скорее всего, да. Следующие левелы, они позволят мне производить уже какие-то более навороченные. Так, ладно. Вот, вот. Вот, то есть, работа с материалами позволяет нам сделать первый, в принципе, шалаш. Ну, я не назову это домом. Так, отлично. Ну, а я боялся, что что-то не получится. Первый домик, значит, появляется не... Ладно, я еще хочу посмотреть. Немножечко, может быть, еще какие-то появились. Потому что вот это вот меню, К сожалению, его нужно постоянно изучать, Чтобы замечать, что где появилось. Ну, как бы в самих скиллах не написано. Ну, ладно. Что же, что же. Попробуем, да. Как-нибудь дом. Ох, нифига себе. Вот это домишко. Такой прям просвечивает домик. Я как вижу. То есть, так же его можно двигать влево-вправо. И вот мне интересно. Землю сразу лучше опустить? Или можно ее потом опускать? И как бы дом будет опускаться вместе с землей? Или сразу выровнять? То есть, вот это вопрос интересный. То есть, вот в данном случае видно здесь, Что я выровнял, да. А вот дальше как? Хм. Интересный вопрос. Я, честно говоря, об этом не знаю. Но, ладно, пока не будем это строить. Я хочу посмотреть еще другие постройки. К примеру, давайте вот, хотел бы печку. Ух, нифига себе. Я просто забыл, что можно так вот, ну, смотреть печки сразу. Не обязательно же строить. Классная печка для обжига. Ну, прям вообще шикарно. Смотрится. Блин, я, честно, я в эту игру влюбился прям по уши. Потому что она реально очень интересная. Ну-ка, ну-ка, вот это. Ох, вообще вот где. Я прям, я прям как вижу всяческие эти строения. Прям замки, где это все расставлено. Ох, классно. Давайте еще вот посмотрим. Там еще один шалаш. Я даже не буду пытаться его перевести. Это просто какой-то более, более, а, то есть, ага. И вот это уже домик такой, знаете, более существенный. А то там доски как-то совсем не круто. Одни доски и все. При том, которые просвечивают. Нет. Давайте я все-таки, как бы, на этом серию я закончу. С следующей серии я подготовлю, ну, ровную площадку. И на ней уже начну строить дом. Все равно, как бы, ну, можно назвать эту серию подготовка к постройке дома. Не знаю. Но сегодня лично я для себя, даже для себя открыл очень много. Я надеюсь, для вас я тоже открыл что-то новое и показал что-то новое. Или чем-нибудь вам помог в ваших вопросах, так сказать, в начале игры. Надеюсь. Если да, то ставьте лайк. Если вам я помог, то реально ставьте лайки. Это будет очень круто. Мне будет очень приятно. Также я под видео оставлю ссылку на Вики. Она пока еще на русскую Вики об игре «Жизнь Феодала». Она еще пока не полная, но она дополняется. Даже я там вношу небольшой вклад. Небольшой, чтобы она росла, так сказать. К ней тоже можно обращаться. Ее тоже можно читать. И какие-то начальные вещи там тоже понятны. Но, думаю, вам все понятно. Если какие-нибудь вопросы возникают, то задавайте под видео. Пишите в комментариях. Я отвечу на все, что угодно. Разрою, раскопаю. Я отвечу обязательно на каждый вопрос. Если вы заметили, что я сделал что-нибудь, может, неправильно. Или сделал так. Ну, или можно по-другому что-то сделать. К примеру, что-то как-то быстрее прокачать. Какой-нибудь скилл или еще что-нибудь в этом. То тоже отпишитесь. Я огромное сделаю... Ой, скажу вам огромное спасибо. И воспользуюсь вашим советом. Так что оставайтесь со мной на канале. Следующая серия будет очень скоро. Потому что мне самому интересно построить этот домик. Единственное, что я буду очень долго выпрямлять, конечно, территорию. Потому что, как видите, здесь прям-таки очень много придется выпрямлять. И, кстати, если... Наверное, я забыл сказать об этом. Кто не знает, что выпрямляет тераморфинг. Жмем тераморфинг. Обсерв. Обсерв. И мы видим здесь уровень земли. То есть, в данном случае, вот я себе выравнивал на 5... Ну, на 5,2. На 5,2 уровня. У меня как бы выровнена земля на основном, так сказать. И все вот это вот 7,5. Самую высшую точку. Мне придется это все скрывать, так сказать, до уровня 5,2. Ну, чтобы выровнять здесь. При том, как вы понимаете, мне придется собрать всю землю отсюда. И каждый раз перетаскивать ее. Максимум земли можно с собой таскать 210. То есть, 210 земли за каждый один уровень. То есть, вот 6,2 сейчас я стою. Чтобы 6,1 сделать, 30 земли у вас будет в инвентаре. Поэтому, как бы, ну, это довольно-таки долго будет происходить. При том, у меня уже, если я не ошибаюсь, тераморфинг прокачан на 100. Но, к сожалению, быстрее качаться... Ну, быстрее я копать не стал. Копать, скорее всего, быстрее я начну из-за... Когда поменяю лопату. Ну, честно говоря, честно говоря, мне так хочется прям вот тележку вот эту построить. Ну, блин, она просто божественна. Давайте попробуем поставим, посмотрим, что ей нужно. Потому что поставить, так сказать, рецепт это одно дело. А уже построить, это уже совершенно другое дело. Давайте ее построим. Я боюсь, что, возможно, с ней нельзя будет... Ну, так сказать. То есть, это будет просто как декор, так сказать. Блин, я уже попрощался, еще продолжаем. Ну, ладно, ничего. Это у меня как-то уже в традицию входит, что я сначала прощаюсь, говорю все реквизиты, еще что-то новенькое остается. Ну, тоже будет такая фишечка маленькая. Так. И давай показывай нам невероятное что-нибудь. Ну, скорее всего, там какие-нибудь гвозди нужны для колеса. Для колес каких-то констов. Да, гвозди, колеса и доски. Где это все брать? Я, честно, я даже не буду лукавить. Я просто не знаю, где это все брать. Поэтому, ну, как бы... Так. Так вот, я не знаю, где это брать. Поэтому я буду разбираться и постараюсь вам все это показать. Ну, скорее всего, это просто делается распилом. Я так предполагаю, в... Там, в одном... Один скилл дает эту возможность пилить деревья, вроде бы. Вот, да, вот этот карпентри. Вроде бы. Я точно не знаю пока что. Ну, вот, я уже построил, в принципе, печку. И, ну, пока что я с ней не могу работать. У меня нет опыта с ней работать. Но вот таким образом она поможет вам прокачать конструкции. Работа с материалом. Ну, на этом точно все. Всем всего хорошего. Надеюсь, вам понравилось. Если я вам чем-нибудь помог, ставьте лайки. Описание и реквизиты будут под видео. Ссылка на вики тоже под видео. Всем всего хорошего. Пока.